Эти переменные должны быть преобразованы. Тут много вариантов, но все они связаны с дихотомизацией. Самый простой вариант – это сжать шкалу. Допустим, если нас интересует какая-то одна страна, Россия, скажем, то мы делаем новую переменную, в которой единицей будет Россия, нулем будут все остальные. На другом полюсе по трудоемкости, но на другом полюсе трудоемком наименьшая потеря информации, находится полная дихотомизация, создание полного набора дихотомических, или, как еще называют, фиктивных переменных. То есть, каждая страна получит свою переменную. Единица Албания, ноль не Албания. Единица Бельгия, ноль не Бельгия. И так далее. Вот выше такие дихотомические перемены у меня уже есть в массиве. Как их создавать? Вот такие полные наборы. Я подготовил в Excel и разместил на странице соответствующего методу дихотомизатор. Он выглядит следующим образом. Две частотные таблички про одну и ту же переменную. В данном случае переменная happy. Здесь я сделал для 31 градации. Причем слева в табличке располагаются, это обычно частотные таблицы, располагаются частоты с кодами, а справа с расшифровками кодов. Как это сделать? Ну, как сделать частотную таблицу, я думаю, известно через frequencies. Беру табличку country, переменную country, нажимаю paste, синтез для этой операции. Ну, тогда я получу расшифровки кодов, а мне еще нужны сами коды. Для этого я сюда ввожу еще одну команду. Вот она. Она у меня есть и в Excel-файле, который тоже на странице располагается. Values предполагает, что будут именно коды. Если я хочу потом вернуть расшифровки кодов, я заменяю на labels. Вот если я так запущу, у меня сначала будет таблица с расшифровками, а потом таблица с самими кодами. Я вставляю таблички в Excel, главное аккуратно вставить. Плюс надо поменять имя переменной на country. Все, команда для синтакса готова. Вот здесь то, что жирненьким, выделяем все нужные строчки. И вот пониже то, что execute, и то, что опять же относится к делу. Выделяем без total.